Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящен вилловому поселку Ананда Лейк-Вью. Он находится рядом с пляжем Бангтао. Это проект от тайского застройщика, который уже около пяти лет занимается строительством. У них есть завершенные проекты здесь, на Пакете. Но сегодня мы будем говорить об Ананда Лейк-Вью. Начинаем с самого маленького. Это Твин Хаус. Ну, от английского Twins. Близнецы. То есть это дом, который разделен на две части, и каждый продается отдельно. Каждый идет по 162 квадрата площадь земельного участка и 106 площадь самого дома. Но, безусловно, можно купить оба участка и сделать себе один большой дом. То есть вот, видите, стенка идет. Она и разделяет эти два дома. Во дворе здесь идет бассейн, но бассейн покупается дополнительно за 750 тысяч. По стандарту здесь просто идет лужайка и место для парковки. Опять же, очень высокие потолки. Чувствуется, что много пространства. Здесь у нас зал идет с кухней. Кухня здесь, электрическая печка, барная стойка. Так, спальня. Это гостевая. Здесь шкаф. Шкаф. И санузел. Также это уже идет спальня хозяйская. Здесь уже свой отдельный санузел. И выход в бассейн. Бассейн здесь расположен очень близко. Мне кажется, можно прям с кровати прыгать в него. Мне нравится, если честно. И он, не смотря на то, что он компактный, его более чем достаточно. Такие дома по цене начинаются от 3 миллионов 980 тысяч бат. По моему мнению, это более чем адекватная цена за виллу с двумя спальнями на Пхукете. Еще и в 5 минутах от моря. Цена отличная. Единственное, что в цену не входит бассейн. Как я сказал до этого, он оплачивается дополнительно 750 тысяч. Но это уже по желанию клиента. Хотите свой собственный. Или же можете пользоваться общественным, который будет построен в ближайшем году. То есть здесь по инфраструктуре также будет тренажерный зал общественный, сауна, бассейн. И детская игровая комната. Это уже вариант дома побольше. Здесь 388 квадратов площадь земельного участка и 162 квадрата сам дом. Здесь три спальни, два санузла. И есть собственный бассейн. Сразу он по стандарту идет. Здесь у нас парковочное место. Маленькая лужайка. Можно зону барбекю там организовать. Обожаю, когда высокие потолки. Вот чем нравится снимать дома. То, что здесь пространство, оно прям совсем другое. Не так, как квартира. Потолок, наверное, не знаю, метров 6-6,5. Так, кухня. Кухня сделана. Мне кажется, это мрамор, либо врамор, либо камень. Но какой-то хороший очень материал. Здесь у нас полки, полки, полки. Полки. Владельник пустой. Не ждали нас. Застройщик говорит, что можно самостоятельно выбрать либо электрическую печку сделать, либо газ. Но, безусловно, газ будет дешевле, если меня не изменяет память. Баллон в среднем стоит, может быть, бат 500-600. И этого хватит где-то на полгода. Так, тут зал. Пакет мебели идет стандартный. А без каких-то там бешеных декораций. Просто самое необходимое. Но вы всегда не забывайте то, что в Таиланде есть очень много магазинов мебели, в том числе и IKEA, где можно там даже на 200 тысяч бат укомплектовать свой дом. И этого хватит. Так, спальня номер 1. Небольшая. Спальня номер 2. Матраса не хватает. Шкафы, шкафы. Шкафы. Это уже спальня побольше. Хозяйская. Здесь сразу идет выход в душевую. Санузел. Шкафы, шкафы. Туалетный столик. Еще одна причина, почему я обожаю дома, это... Слышите? Правильно. Ничего. Тишина. Никого нету. Соседи минимум. Только вы и природа. С хозяйской спальни, как и с зала, идет выход на свою террасу. Здесь у нас тропический душ, оборудование для уборки бассейна, ну и, собственно, бассейн. Также у домов с такой планировкой есть выход к озеру. На озере водится рыба, поэтому можно вечером прийти, взять, я не знаю, бокал вина или чай и просто покидать отсюда уточку, порыбачить. Здорово! Дома, которые расположены непосредственно на озере, они самые дорогие и по цене стартуют от 11 миллионов в 800 тысяч бат. В эту цену уже входит все, включая бассейн. Если говорить о рассрочке, то Вананда не свойственная для Пхукета система. При оплате 50% застройщик готов отдать вам ключи, и вы уже можете пользоваться виллой по своему усмотрению, то есть жить сами, либо сдавать ее в аренду. Остальные 50% разбиваются в беспроцентную рассрочку на полтора года. Такие условия сохраняются для всех домов, как и для самых недорогих, которые от 3 миллионов в 980 тысяч бат идут, так и для самых люксовых. Ну что, дома мы вам показали. Сейчас поедем смотреть море. Ближайший пляж – это Бангтау, и до него всего 7 минут езды. Поехали! Прямо на въезде в поселок есть 4 двухэтажных здания. Здесь располагаются коммерческие помещения. Это кафе, рестораны, аптеки, прачечные, массажные салоны. В общем, все, что может понадобиться для проживания, либо отдыха. Местоположение у поселка очень удобное. Торговые центры, гипермаркеты находятся в 7 минутах езды. До моря 5 минут, до аэропорта 20. Еще раз, это район Бангтау, рядышком с комплексами лагуна. Инфраструктура здесь развитая на каждом углу. Магазины, рестораны, все, что только может понадобиться. Аренда транспорта. В общем, это такой оживленный район, но при всем при этом здесь очень чистые и красивые пляжи. Здесь по соседству с Ананда Лейкью есть ботаника Лакшери Виллас. Это очень красивый, очень шикарный вилловый проект, который мы тоже снимали. Если вы не видели, обязательно посмотрите у нас на YouTube-канале выпуск про этот вилловый поселок. Ну вот мы и добрались до моря. Пляж Бангтау интересен тем, что он протяженность идет порядка 8 километров. И северная часть его, где мы сейчас находимся, она более тихая и спокойная. Здесь практически отсутствуют отели, мало народу. А южная часть этого пляжа застроена более активно. Там есть и кафе, и рестораны, и массажные салоны. Все прямо находится здесь, на море. В общем, на Бангтау можно отдохнуть как и спокойно, тихо, так и пойти в местные клубы, в бары. По поводу проектов на сегодня у нас все. Надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравился. Не забывайте подписываться на наш канал и следить за обновлениями на сайте. Ставить лайки и писать комментарии. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok